Всем привет! С вами Иван и шоу Балабол. Герой этого выпуска тренер, который не смог сдать футболиста из меня, но помог достичь больших высот таким спортсменам, как Костя Васильев и Дима Круглов. Позвольте представить Виктора Пасекута. 11 лет отыграл в высшей лиге и спокойно в четвертую пошел. Команда почти как семья была. Главное, чтобы радость была от футбола. Бывало, до белки его доводили. Молодцы, парни не забывают тренера. Просто так мяч что-то в небо херанул, и я понимаю, что он ему прям в голову лит. По статистике я так вообще лопух. Шесть. Лентяи, ничего не скажешь. Шланги высшей категории. Вот мы сидим здесь на стадионе Висмарин. Это, наверное, можно назвать вторым домом Виктора Борисовича вашим или нет? Местом работы. Место работы, да? Ну, здесь вы, я думаю, проводите много времени. И сегодня у вас тренировка здесь с детьми. И вообще, сколько в неделю раз получается? Ну, две тренировки. Стараюсь две тренировки. Ну, две тренировки с детьми. Одна-две. И еще по второй лиге приходите на игры сюда руководить игроками. Так что хватает занятий здесь. Можно сказать, приходите, одеваете бутсы, гетры, форму и с ребятами бегаете. Да-да-да, все так же. Проблем нет. До сих пор уже заявлены вообще за команду? Нет. По второй. Прошлый год я заявился, но в этом году есть кому играть, поэтому нет смысла заявляться. А на сколько бы вас хватило, если бы надо было? Ну, может, на 10 минут было. Не больше, да? Нет, надо сначала попробовать 2 минуты, потом 10, а потом уже пробовать там 25-30 минут. Все в Йехве произошло, и детство, и юность, и футбол научился играть в Йехве. Вот меня всегда интересовало, а в Йехве, во-первых, вы другими видами спорта интересовались в детстве? Там занимались, может, в хоккей зимой играли? Как это вообще было? В школе лыжи, легкая атлетика, учитель физкультуры Георг к спорту там привил в школе уже. А потом уже футбол. Футбол. То есть, ну, как бы, занимались всем в детстве, в юности, а как бы на футболе больше сконцентрировались? Да, да, да. В шестой школе занимались в зале, а потом уже летом на поле, когда пускали. По-другому никак. Там надо было на рейсовом ехать, километров 10 примерно. Там автобус раньше шел полчаса где-то. Ну, мы где-то, может, и за час еще приезжали. Полчаса на дорогу, пораньше приедешь, потренируешься. Потом тренер придет, мячи откроет. Еще мячи на замке были. Надо было лучше мяч взять. Потренировался, потом еще с Кохтлояреве в Ихве назад приезжал. И в Ихве можно было еще побегать. Так что целый день с мячом нормально. У нас вообще как, не знаю, команда почти как семья была. И вот любил на сборы водить, на сборах вообще там, как отец со всеми цацкался. Там все рассказывал, объяснял, что, куда, чего там. И просто в быту жили там. Интересно было много игр всяких посторонних, помимо футбола. Допустим, на сборах Костик, Димка, они любили в большой теннис играть. Там была возможность. Витя там тоже с ними все время постоял. Так, ничего. Вон, раньше были, как называется, житейская мудрость. Сейчас говорят, лайфхак. Витя там самый первый у нас малышей. Раньше не было ни искусственных полей, ничего. Мы тренировались зимой там, где-то на полях, на каких-то сугробах. А он говорит, пацаны, там эти пакеты на ноги давайте одевайте. Не знаю, многие про это слышали. Ноги мокнут, пакеты надел, носки надел, все, побежал. Так еще, кроме этого, это еще одно. А второе было зимой, какой-то турнир был раньше. Я не помню, как он назывался. Зимний турнир. Вот мужики бегали, по сугробам играли. На улице, то есть. Да-да, на полях. Вот лежит снег, все, играем по выходным. А там снизу, может, этот лед или корка или что-то. Мелкие все бегают, скользят, жалуются. Ну, а играть надо, никуда не денешься. Раньше были, бутсы мало было у кого. Шиповки такие были резиновые. То ли советские, то ли китайские. Приносят свои показы. Вот, пацаны, вот шиповки. Берете этот шуруп крестовый и закручиваете. Показал всем. Все пришли, шурупы включили. Давай бегать. Бывало, до белки его доводили, да, там, он, скажем так, и сам, сам уже за словом в карман порой не лез, потому что уже, да, уже кипит и, но, скажем так, меня один раз за мат на диагонали отправил, вот так вот. Матное слово проскочило, Димас, вперед. После этого уже меньше, меньше стал употреблять такой лексикой. И я, наверное, не скажу, что меньше, просто я старался делать так, чтобы он не слышал. Я помню, как на тренировке тоже что-то случилось, он что-то ругается, ругается, а я где-то в другом конце поля стою, и я просто так мяч что-то в небо херанул, и я понимаю, что он ему прямо в голову лить, а он затылком стоит, и он прямо в нему и попадает. И я такой поворачиваю, мне просто нет, почему, просто... И он поворачивается, а в той стороне только я один встаю, то есть, ну, я не могу откосить, что это был не я. Ну, он так, не стал мяч на ругать. Без шансов, с ним все понятно. Да, да, да. Ну, я просто, это было, знаете, когда уже точка кипения есть, значит, ну, на молодых всегда бывает, что, знаешь, там, можно завестись. И вот этот момент был, и я помню, ну, я вроде извинился. У меня вариантов других не было. Понять и простить, вот это все. Здесь я в клубе с 87-го года, с декабря, то есть с 80-го, с начала 88-го, по идее, каждый набор у меня шел 11 лет. То есть ТФШ 11 лет, Вилдорис 11 лет, грубо говоря. И сейчас вот уже 8 лет прошло. Ну, они же вместе еще совпадали. Когда у ТФШ играли 83, я набрал уже Вилдорис. Они вместе даже в лагерь ездили. В одно и то же время вместе тренировались. Вместе как бы и питание было, и жилье было, все вместе. А чем тогда на тренировках их занимали детей вообще? Какие-то упражнения были? Да, больше играли в футбол. То есть в основном упор был на футбол. Им сколько тогда было? 9-10 лет. Для них важно в футбол поиграть было. Вот. И это основное было. Какие-то упражнения, но самые элементарные. То есть просто азы футбола, так скажем. Ну да, да, прививать любовь к футболу. Мы много играли. И была очень такая свобода. То есть каждый мог. И он получал удовольствие от тренировок. У нас иногда было, что такое смысл, что нам сейчас надо, мы не будем играть. Почему? А мы же все настолько привыкли. Но за счет этого какие-то индивидуальные качества все развивали свои. И очень такой большой интерес. Потому что особенно молодым же, и детям им нравится играть. Когда интересные партнеры, даже во дворе ты можешь собраться и поиграть. 4 на 4, 5 на 5. Если интересно с парнями играть, и им интересно, всем интересно. Красивые голы. Иногда во дворе интереснее игры были, чем официальные игры. Или между классами, или между школами. Это тоже постоянно. Много игр было. Даже сами договаривались между классами поиграть. Между школами обязательно были соревнования. Не обязательно даже в футбол. Баскетбол, волейбол. На всех соревнованиях я везде был. И по лыжам, по бегу, по волейболу, по баскетболу. Игра нравилась. Конечно, вы все страны не знаете, все не объехали. Но вот в Европе, скажем, европейский футбол, там на таком же уровне? Или они как-то лучше подготавливают детей? Да я думаю, так же, как и у нас. В принципе, что грузить-то детей? Если кто-то загорится, тогда, конечно, он профессионалом уже станет или в 12 лет, или в 15, или ради бога. У кого как в голове это перещелкнет. Может, и в 20 лет только у человека поймет, что он готов играть на хорошем уровне. У кого-то в 12, у кого-то в 15. У кого как просыпается. Так что здесь заставить игрока или направить игрока можно. Но все от него самого будет зависеть. Какие помните ваши первые матчи вообще по мужикам? Нет, ну было. Полуфинал был, Кубка Эстонии. Я был в девятом классе. Вы прям играли в девятом классе, в полуфинал Кубка? Да, неполных было еще 16 лет. То есть 15 лет с копейками там было. И у меня уже полуфинал Кубка выпускали. И четвертьфинал я играл. То есть, в принципе, доверяли. Там с класса оставили одного-двух игроков. Брали на 5 минут, на 10 минут, на 15 минут. Я уже даже в армии пошел. Там первый разряд взрослый футбол. Если ты участвовал в полуфинале Кубка Эстонии, тебе давали первый взрослый разряд. И в армии даже у меня такой документ был, что у меня есть первый взрослый по футболу. Павел Николаевич Улукьянов смотрит, что у парня есть желание. Начал меня подпускать к мужикам. Это Кемик Кохлояреви. Выходил, играл. Не ломался. Желание было, старание было. И тренер всегда выпускал. И приятно было с мужиками. И тренироваться, играть. Они всегда поддерживали. После тренировки прекрасный чай, прекрасная баня. Вообще, это традиция была в Кемике. Хорошо. После тренировки, ну да, зайти в баньку, попариться, немножко посидеть и выпить чаю. Всегда чай был. Замечательно. То есть... Ну это по-домашнему звучит вообще по-домашнему. Нет, нет, было отлично. Вообще, обстановка супер была. А потом уже, когда в армию пошел, два года пришлось отслужить, а с армии пришел, снова годик за Кемик, по-моему, поиграл. Потом уже фанерка. Да, ему может быть любое задание на поле дать. Все сложные какие-то... В сложных играх ему давали какие-то... Ну, определенное задание там, кого с кем-то персонально сыграть. Вот. Ну, так-то он играл атакующего игрока, но если надо было, он мог персонально сыграть с любым игроком. Такой универсальный живчик на поле был. Да, он хороший игрок был. Да. Я помню одно, что он очень мобильный футболист был такой, у него хорошая скорость была уже от рождения. И он довольно легкий, подвижный. И мог, в принципе, любую позицию на поле закрыть. У него с этим проблем не было. Но чем дальше, чем дальше он тренировал нас, становился старше, тем яснее становилось, что ему лучше играть на падении. Пошли только спиной вперед! А вы в Таллин приехали из-за учебы, я так понимаю? Да-да-да, конечно. Сначала учился в Кокт-Лоярве, в ТПИ. Это горный факультет. А потом уже три года в Таллине. И кто вы по образованию? Горный инженер. Горный инженер? Да. Классно. Что-нибудь еще помните с тех материалов? Не, ну, там уже точно ничего не помним. Со школы уже ничего не помним. Футбол, все забит футболом. Какие там... Провести вам растяжку, или вы готовы? Готовы сами? Кто готов? Давай, Артур. 15-20 секунд. Не затягиваем. Но поглубже, почетче, колено повыше, наклон поглубже. Ноги пошире. Лентяи. Ничего не скажешь. Шланги высшей категории. Фанерки легко было в те годы? Там, в начале 90-х, вот это вот, как вы играли? Ну, приехал сначала к Куна-Пиру, я попал в норму. Ну, там состав был вообще чемпионский. Там в заявку не попасть было. Только на тренировки. Можно было с ними потренироваться. Это как раз вот был 88-й год, по-моему. Там я, в принципе, даже ни одной игры не сыграл. Мы с Юрой Элебритом пришли на тренировку. Просто сами пришли? Да, пришли на тренировку. Знали ребят. Но Юра решил в фанерку пойти сразу. Они в том году, по-моему, шестое место заняли. А я еще остался в норме. Как-то так нравилось тренироваться. Конечно, хотелось играть целый год, но... Потом в фанерку пришел, и там нелегко было. Там тоже на замене приходилось пробиваться. В принципе, состав команды и укомплектованы были. Норма, фанерка. Так просто ты в состав не попадешь. Там надо посидеть. Конкуренция была хорошая. Конкуренция хорошая была. Команда хорошая. Поэтому... Ну, в фанерке там, в принципе, старики вовсю играли. И Мажухин Валера, Олег Гузик. В какие-то года кто-то уходил из нормы в садом. Из садом, а в фанерку. Так что Андрей Шиповалов тогда в норме. Но в тот год, по-моему, он был в рыбокомбинат Пярну. Вы двукратный чемпион Эстонии по футболу. Да. И в 91-м мы дубль сделали. И кубок выиграли. И в финале кубка играл. И в Еврокубке мы самые первые вышли с нормой. Норма вышла. Кубок чемпионов. А мы вышли кубок кубков. Они играли с финами, по-моему, с Хиюка. А мы играли с Лилистрёмом. Поэтому в Еврокубке мы... Но у них уже команда была полностью укомплектована, усилена. А у нас, в принципе, она уже... Молодые пацаны искали более сильные команды. Норма с садом. У нас уже старые остались преданные бойцы. Там Лёха Капустин остался. Олег Гузик, вот Валера Мажухин. Слава Смирнов ещё сам вовсю бегал. Тренер. А он играющий тренер был, да? Да, да, да. И как это у него получалось? Ну, как? Потренируется. Поиграет как? Нормально получалось. Молодец. А в Еврокубках вы тоже зацепили игры какие-нибудь? Или не выходили? Ну, в Еврокубках первую игру я второй тайм играл. Это против норвежцев? Да, да, дома. А потом... Вторую игру всё отыграл. Не было-то ощущения, что... Какого-то такого вау-эффекта, что... Ну, они просто на таком высоком уровне? Или не было? Ну, они были на хорошем очень уровне. И мы попали в основную сетку. Они попали, по-моему, на Торино. После нашей игры. И с Торино... По-моему, в Италии выиграли 2-1. А дома проигрывали 2-1. И не вышли в дополнительное время. Ещё пропустили. Торино вышло в следующий круг. А Торино, по-моему, там уже играла с Реал Мадридом. И с такими клубами, которые трофеи брали. То есть, в принципе, нам... Там просто нереально было. Давайте на линию становимся, парни. Всё, уже долго там. Жарища. И так вы всё медленно делаете. Давай-давай, на линию встали, разминку делаем. Потом с мячами будем. Как это вообще произошло, что вы решили стать тренером? Или как... Может быть, какой-то случай? Или как это вот произошло? Нет, ну, попробовал набрать ребят. И понравилось. И стал тренером. Тот самый 83-й год ТФШ. Да, там вариант был взять группу, уже готовую группу. Тоже 83-го года. Но надо было ехать, по-моему, в Лас-Намее. А у нас общежитие было в Мустамее. Поэтому я 53-ю школу с нуля собрал ребят. Потом 52-я школа. 51-я школа. Как-то так команда собралась. ТФШ 83. Какая у тебя была роль в той команде? Я начинал как просто любитель. Любил футбол. И познакомился с Виктором во время студенческой жизни. И помогать начал с ним. Когда он начал набирать детей, первых игроков. Вот помню, мы еще на стадионе нынешнего Таллинского технического университета тренировки проводили. Вот я им помогал. Он тогда еще был действующим игроком. Играл за Таймский фанерный мебельный комбинат. И когда получалось так, что у него игры или тренировки, то я заменял его. Мы юношеские все прошли. И одновременно играли. Например, Б-2. И мы играли четвертую лигу. Потом Б-1. Играли третью лигу. А-класс. Играли вторую лигу. А когда в первую лигу пошли, кто-то еще играл за Шандра Манди. Мы вместе с ним тоже в общежитии жили. И начинали. И он мне всегда помогал. И по 83-му году. И потом он сам 84-й, 85-й вел. То есть, в принципе, такая тренерская взаименяемость была. То есть, если надо, я ему помог. Если надо, он мне помог. То есть, хорошо получилось. Мы познакомились не в университете, а в общежитии. Вот. То есть, и через общих друзей. И я узнал, что он футболист. Играет в футбол. Он за ним набирает детей. Занимается с детьми. И как-то на почве любви к футболу. И познакомились. И потом, в принципе, когда в первую лигу мы вошли, там у Шандра уже, по-моему, вторая лига. И Саша Журкин тоже помогал. То есть, ну, в принципе, в клубе здесь мы, как по взрослому футболу, дали толчок молодежи. Кто захотел, тот пробился. А уже кто решил пойти на работу или претензий не было никаких. Парни, в принципе, юношескую школу получили достаточно хорошую. А так удержать всех на профессиональный уровень перевести невозможно просто. Я так думаю, что, в принципе, с одной командой, если выходит 2-3 человека для высшей лиги Эстонии, это неплохой результат. Это начало 90-х, где-то 92-й, может, 93-й год. Тогда, когда наша мардовская команда распалась, и мы с Костей ушли в Таллинскую футбольную школу. А как так получилось, что вы пошли, это вас просто позвали или как этот процесс происходил? Честно говоря, не очень помню, но мы часто играли друг против друга командами, да, и как-то выбора особо не было. Наш возраст был 83-84 команда, и мы пошли туда. Я ушел с высшей лиги в четвертую, потому что, ну, как бы не хотелось, чтобы это было как-то в тягость. Хотелось, чтобы 11 лет отыграл высшей лиги и спокойно в четвертую пошел. И вот в четвертой мы в третьей играли, во второй, в первой. Потом с Вилдорисом также, с юношами я с ними тренировался. Также мы пошли по взрослым лигам, но до первой лиги не дошли. И они более талантливые были, более умные. Поэтому быстрее немножко где-то и закончили. Или заканчивают. А может еще и пробьется там кто-то, талантливый игрок. Как тренер он, наверное, особо не избедился. Он такой же живой, активный. Просто разница в том, что тогда он еще и сам играл профессионально. И играл за ТФМК. И как-то у него получалось, не знаю, как совмещать. Он и команду тренировал, и сам еще тренировался, и играл. И довольно успешно. Кто ко мне спиной? Отыгрался, бросил аут. И отскочил. Кто лицом не давил на него? И точнее, пас точнее. Аут. Пошли, вперед. Расскажите о клубе «Вильдорис». Это было что-то такое, какой-то такой интересный проект одного года. Там задумка была изначально, чтобы с тартовскими ребятами объединиться. Таллингские и тартовские? Да, да. Таллингские и тартовские. Анатолий Троянов всегда с удовольствием здесь с командой приезжал с нами, играл. И мы играли друг против друга. И потом такой проект возник, чтобы объединиться и совместной командой участвовать в соревнованиях. Ты можешь объяснить, что такое «Вильдорис», что это был за проект, что у вас за банда была? Банда у нас была очень крутая. Это однозначно. У нас был, в принципе, один возраст, но он 93-й. Вот несколько человек, в том числе я, 94-го. Ты играл за 93-й год? Да, я всю жизнь, в принципе, играл по 93-му и на турниры и так далее. Ну, я еще мелкий был такой, не очень было прикольно, но интересно. А так у нас полкоманды в какой-то момент пришло и с Тарту. Вот Меркур Юниор у них была. Там Артур Пик у нас был в команде, Марак Шатов, который в Легионе сейчас. На самом деле, если взять так отдельно каждого игрока, кто у нас тогда играл, то я думаю, практически любой мог бы на очень хорошем уровне играть. Мы играли по Элит-лиге по 92-му году. Мне там какое-то специальное разрешение выписали, что я мог играть. На два года старше, то есть ребята играли. Да, да, и мы заняли второе место тогда. То есть Флора вот была первая, там вот кто Индермит тогда играл. Ну вот вся вот Флора 92-го года, у них хорошая команда была. И вот мы второе место заняли, я помню. То есть, ну, если так... У нас очень хорошая команда была. Ну вот Собченко Рома играет. Тоже, конечно, трудности есть. Шатов, Марак играет, конечно. Хотелось бы, чтобы они так же блистали, забивали. Кучу голов, кучу передачей. Также были капитанами и лидерами. Но пока непросто. Но это был удачный проект? Вот как вы оцениваете? Нет, ну если 2-3 игрока в высшей лиге играет Эстония, это результат хороший. Поэтому это уже пусть другие судят. Я думаю, мы много ребятам дали турниров, много дали упражнений, нагрузки. И еще раз повторяю, там и президент, и спортивный директор, и водитель, там как семья, все дружно ездили. И родители очень активные были, и вице-президент. Все дружной семьей ездили. Хорошие турниры, хорошие результаты. У вас не было никогда момента, что да ну этот футбол? Да нет, пока такого не было. Обычно я и пошел в 4-ю лигу с высшей лиги, с ТВМК, пошел в 4-ю. Ну там тренер тоже был удивлен. Какая 4-я лига? Бундеслига. Зачем тебе? Куда ты идешь? Играя, что тебе? Ну мне просто захотелось поиграть в 4-й лиге с парнями. Больше интересовало сам факт футбола. Хотелось их немножко подтолкнуть. Поэтому когда они уже играли и в 3-й лиге, и во 2-й, там добавлялись ветераны. Там Владимир Урюпин, Александр Журкин, Юрий Волков. Если бы их не было, я боюсь, что может быть и с парней бы ничего не получилось. Потому что с этими ветеранами они играли, особенно Юра Волков, он им много дал. То есть они учились у него. Сейчас, например, вот Костя Васильев во Флоре играет. Я думаю, что ребята тоже у него чему-то могут научиться. Такие игроки очень нужны и во 2-й лиге, и в 1-й лиге, и в любой лиге. И опытные игроки, которые передадут в любом коллективе. Опытные тренера, которые могут подсказать, не комментировать и обсирать. Как вы сыграли? Что за игра? Что за матч? Что за команда? Прошли мы от 4-й лиги до 1-й лиги этот довольно длинный путь. И он старался все-таки больше нам давать игрового времени. Но если совсем было туго, конечно, он и помогал сам. Он помогал не только тем, что он сам на поле, но и все его... Ну не все, а, скажем так, близкие его друзья по команде. Очень много можно перечислять. Они приходили, заявляли за нас, играли тоже. Владимир Урюпин, Александр Журкин, Юра Волков, я не знаю, Сергей Брагин, там Маркович Сергей. То есть, ну, очень, ну, такие возрастные уже футболисты были. И, как бы, фактически полсостава, да, начинало всегда так, что молодежь и старики, назовем так, да. И мы у них учились играть. Из фанерки друг у него есть, Олег Андреев. Он тоже вокруг команды где-то близко у нас все время находился, крутился. Видите, как... Ну, вот я что с пацанами оставался, вот мы били, они все время били, били, я там что-то ловил, ловил. Он позвал Олега, говорит, Олег, давай, покажи там уже, как мячи ловить, как там что-то. Ну, тоже тогда еще не так развито у нас было в Эстонии, как бы, тренер батарей, где-то еще кто-то. Просто там мужики пришли, кто, у кого опыт есть, показали, рассказали. Олега, он как бы подтянул к нам в команду, Олег стал что-то показывать, там, пару раз тренировки делал какие-то. Вот так чуть-чуть пошло, 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 потом меня туда в фанерку и забрали с ними вместе. Ветераны, то есть, вам помогали, приходили постаршие игроки? Да, мы где-то вот, когда мы во второй лиге были, то есть мы так постепенно... Я не помню, мы напрямую, мы вроде... Да, мы с третьей лиги, когда, наверное, во вторую должны были переходить, то мы переходную игру проиграли, и мы объединились с Кес-Керакон, команда была, а там были, ну, хоть название такой вроде... Центрическая партия. Да, но там все русские были, и мы так объединились, и... Ну, под именом Виллдорис мы начали дальше, и там было, да, полкоманды у нас были уже более взрослые, мне кажется, это очень такой хороший микс был, потому что мы все молодые, там, по 17, 16, 18 лет, и тут уже взрослее, там, около 30, и то есть... Балансированная команда получилась? Да, в этом плане, да, было балансированная. А кроме вот своей работы, сколько вы еще за футболом следите, смотрите, я не знаю, Лигу Чемпионов, Чемпионат России, там, Чемпионат Англии? Да все смотрю, все, понемножку, по чуть-чуть все смотрю, так полностью матч иногда рубит на сон, а так-то, в принципе, стараюсь везде немножко, так-то нету, что я такой фанат просмотров, по статистике, а так вообще лопух какой-то, там, могу перепутать игроков разных команд или сборных, а так-то, по идее, Барселона, сборные Франции, вот это я всегда смотрю, а так... Симпатизируете Барселону и сборные Франции? Ну да, 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 именно, что... Так-то, в принципе, иногда вот сейчас хронику смотрю, историю смотрю, там, по компьютеру, там, в принципе, больше интересно, что было там, где я не видел футбола, 70-е года, допустим, там, или когда Пеле играл, тогда, когда Горинчи играл, когда там действительно читаешь, и что они действительно волшебники были, и как это... романтичный был футбол, это действительно там была любовь к футболу и у зрителей, и у тренеров, там просто был такой... И когда ты видишь этот футбол, ну, как-то это нравится, ты его раньше не видел, больше этот футбол хочется смотреть, потому что сейчас, конечно, говорят, там, скорости большие, или там деньги сумасшедшие, или там что-то, много рекламы, много разговоров, но в старом футболе, мне кажется, было больше любви, больше души было, именно там футболист играл с душой, он на поле просто все отдавал, все, что можно было, отдавал. По идее, судьи были лояльны всегда, что в этом плане давайте бороться, давайте биться там, ну, как бы зрелище было такое. Конечно, сейчас больше травм, больше правильной жизни футболисты, может, не тянут физически. Смотришь, молодой игрок, ноги свело, или... ну, как? Как у него, может быть, свести ноги, допустим, на 80-й минуте, ну, вот как? Ну, не знаю, может, переход от одного покрытия к другому, может быть, не поспал, может быть, питание, может быть, еще не подвод игрока, там можно... нюансов было, но... Может быть, нагрузки сейчас больше ставили? Ну, я не представляю, чтобы у меня в 15-16 или в 17 лет, не представляю, что, ну, может, у меня в 40 лет, или в 45 ноги свело, или... ну, как... для меня это непонятно, или не пошел в стык, например, как раньше. Сейчас они убирают ноги, ну, это просто непонятно. Надим, на скорости, в движении можешь показать? Больше всех разговариваешь? Кто может показать? То же самое, жонглирование, только на скорости. Я, в принципе, требую, чтобы языки учили, в школе учились хорошо. Насчет футбола вообще требования минимальные. То есть, в принципе, таких профессиональных требований нет. Хотелось, чтобы они были, в первую очередь, здоровые, не было травм и образованные люди. А футбол им поможет. И в институте, и на работе, и за границей, и где хочешь. В любой лиге футбол только дополнительно. Главное, чтобы радость была от футбола. Конечно, если после работы придешь, набегаешься, тебе еще напихают. Ну, куда? Какая радость какая-то. Так что, хочется, чтобы в основном мои ученики радовались футбольной жизни своей. Получали удовольствие. А если нет удовольствия, то, в принципе, лучше не мучиться. Ну, какой смысл? Я помню, мы первый лагерь поехали, это нам всем 10-11 лет было, наверное. Это мы поехали в ВОК, туда, на северо-восток. То есть, там была база, которую еще давно в свое время строили для московского «Динамо». И там такой котлован вырыт, и поле стандартное, да. Это поле, по-моему, до сих пор даже существует? Ну, я думаю, что да. Вопрос в том, что мы здесь тренируемся на стадионах и полях, скажем так, не очень хорошего качества. Это тот же детский стадион, там трудовые резервы были возле Томпы, это маленькое поле, да. И туда приехали, там просто газон был идеальный, просто было в удовольствии тренироваться. Другое дело, что мы первый раз попали в режим, когда нас, скажем так, на 10 дней загнали во взрослый режим. И мы тренировались там три раза в день, если не четыре. И у нас не было такого, что мы там сидели в телефонах, телефонов-то не было, мы умели играть во все. И в корону играли, в бильярд играли, в большой теннис, в маленький теннис у нас все было. И развлекуха, и футбол, и все. То есть в этом смысле, конечно, было здорово. Когда профессиональную карьеру закончил, он как бы с нами вместе на поле бегал. Ну, еще мужиков подключал, чтобы помогали. Такое, что, ладно, тренер там, не знаю, где-нибудь с банки стоит, орет, кричит, там, это пол делом. Он такой заводной, он вообще, как спичка зажигается. Что-то случилось, хорошо, если он там с кем-то, ну, из соперников забьется, там, или на судью кричит, орет, там, сколько карточек он получал. Так у него было, переклинило, он своего пацана поймает и давай отчитывать, по полю бегает. Я помню момент, мы, у него очень хорошо, он играл на замахах, он просто, все знают, что он будет, да. Все, кстати, знают, да, Виктор Борисович на замахе мог убрать полкоманды подряд. Я даже реально помню гол по первой лиге, он убрал, играли там против карловской команде, он убрал четырех игроков подряд. Я это сам видел лично, это нету, конечно, нигде на записи, но я лично помню, четырех убрал и забил гол. Да, замахи у него были просто что-то нереальное. Я помню момент, мы играем, кто-то там накосячил, я не знаю, ну, я уже не вспомню почему, а по секунду бежит с мячом, и он обыгрывает, параллельно ругает кого-то еще. Такой, ну, что ты там не мог, что-то... И он обыгрывал, мне казалось, он не отдавал даже мяч, потому что он был уверен, что он будет обыгрывать, пока он не закончит просто, ну, как бы, ругать. И вот он, когда закончил, он отдал пас. Но так он обыграл, наверное, человек семь на замахах, пока вот не высказал все, что ты должен быть там, почему ты не этот, значит, то есть, он в момент игры, он был сто процентов как игрок и как тренер, это было, вот я запомнил вот этот момент. Ну, Матвей, в касание. Пэмс, ну! Молодец! Можно низом. Детей надо плавно подвести к взрослому футболу, если они подходят, Б класс, А класс, как раньше было. Надо уже думать, чтобы во взрослом футболе они чем можно раньше почувствовали мужское плечо, чтобы немножко уже раньше они пошли в борьбу, не боялись. Вовремя отдали, вовремя открылись. Поэтому это не нужна и четвертая, и третья, и вторая, и первая лига, и лига А, и лига Б. Все лиги нужны. Просто более талантливый мальчик, его надо пробовать сразу, заявлять во вторую или в первую лигу, а, или вместе лигу сразу, или сразу за границу отправлять, если он одаренный талант, надо его не держать во второй лиге. Чаще мы ездили на турнир в Киев, смена проводила, очень, скажем так, хорошие команды были, Динамо Киев, было ЦСКА Москва, то есть там подобраны были детские команды очень серьезного уровня. Также, ну, один раз ездили мы в Киль, Германию, тоже, тоже очень хороший турнир. А как тогда уровень был, вы как бы могли обыграть все эти команды или совсем был за небесным? Я бы не сказал, что за небесным, но все равно, скажем так, украинские и российские команды, у них все-таки идет, если у нас идет набор в команду, то у них отбор в команду. И понятно, что у них более-менее ровные все 11 футболистов, но мы сражались как могли, поэтому, скажем так, что, я думаю, что стыдно не было. Кто бросался ему в глаза, он знал, что что-то получится из него, он от него требовал больше, ну, больше, чем от других. Там другие пацаны, кто-то что-то неправильно сделал, он, может, лишний раз на него кричать не будет. Костик, Димка, что-то там ошибется, он там придет, пистонов наставляет, то есть, и они за счет этого, может быть, где-то еще больше старались. Хорош! Матвей, куда ты бежишь? Ты читай, куда пас? Ты вот в одну сторону мяч, в другую. Со своими, скажем так, воспитанниками иногда встречаетесь, так скажем, в свободное время? Ну да, обязательно, они всегда приглашают, день рождения, свадьба, баня. Я один раз слышал, что вы иногда с Костей Васильевым и с Димой Круглом встречаете еще, не только они, еще там тренеры, вместе смотрите футбол. Это, ну, это так? Ну, несколько раз приходили, они, в принципе, ко мне, мы Лигу чемпионов смотрели, так футбол у Димы смотрели все время. Если в гости к нему на баню идем, а как без футбола? Да. Так что, ну, не так часто, как хочется, но бывает. И в баньки попаришься, и в футбол посмотришь, молодцы. Парни не забывают тренера, так что... Ну, привет, привет им в камеру. Вмечаемся реже, но общаемся регулярно, то есть он сейчас, скажем так, Легион тоже в высшую лигу вышел, они, у них каждые выходные игры, и мы после каждых игр, фактически после каждой игры созваниваемся. Чаще он, конечно, звонит, мы обмениваемся мнениями, что, как, почему, и вот так вот. Периодически списываемся, созваниваемся, вот последний раз он мне поздравил, когда мы полуфинал прошли, Калли он мне написал, а созванивались мы с ним вот, когда слорая предыдущая игра была, когда мы 3-2 проиграли, он сначала Косте позвонил, с ним поболтал, а потом мне позвонил. То есть вы контактируете, да? Да, да, конечно, я вот все обещаю, как-нибудь в гости заехать, даже уже неудобно, я приеду, честно, он мне тоже на чай зовет, я с удовольствием бы приехал. Роман обещал в конце сезона, как минимум в конце сезона. Да, конечно. Специально для выпуска Балабол у нас такое маленькое соревнование с Виктором Борисовичем, здесь как-то, здесь стенка с цифрками, да? Деревянные ворота с цифрами, да. Деревянные ворота с цифрами, я пробью 5 ударов, Виктор Борисович пробьет 5 ударов, мы посчитаем очки просто и посмотрим, кто выиграет. Очень просто, такой развлекательный момент нашего выпуска. Я тогда начну, как молодой всегда начинает. Вы-то считаете. Давай. Чик, 6. 3. 3. 9. 9. Надо было в 1 хотя бы бить. 3. 12. Ну все, тебе надо только в 9, иначе все. 12. И 6. 18. 18. Ну неплохо. Это если 18 на 5 разделить. 3. 3,5. 3,5. Ну давайте. Четверку надо катить и семерку тогда. Тройка. 3. А надо 3,5. Да, 3,5. Отстаете. Двойка. 5. Отстаете от графика. Надо, чтобы кто-то встал в ворота. Слишком просто. Да. Опа. 14. А у тебя сколько было? 18. Но этим ударом у меня похоронили, конечно. 5. Вот. Вышли вперед. Давайте последний в девятку. А сколько у меня? Вы уже выиграли. 19-18 счет. Теперь только девятка. 21. Очко. Отлично. Окей, а Ваня? 21-18 в пользу опыта. Ё-моё. Порядки. Сейчас поколение. И то поколение. Там 20 лет уже прошло, можно сказать. Это разные люди вообще? Ну, конечно. А в чем разница? Ну, в то время, может быть, меньше вещей отвлекающих было. От футбола или вообще. То есть, ну, сейчас немного другое. Вся жизнь быстро, все меняется. Вот. Тогда... Тогда можно было со школы на футбол, с футбола на школу. То есть, учеба, школа, учеба. Футбол. Вот и все было. А сейчас, ну, много постороннего. Тренировать вообще проблем нету, что раньше, что сейчас. Просто раньше было желание больше у детей. У них глаза горели, они готовы были здесь день и ночь. Если я давал задания в Марду, например, Диме Круглову и Косте Васильеву, так они мое еще задание, я точно знаю, что выполняли. Да еще и свое придумали, какое-нибудь задание. А какое задание? Можешь тебе привести пример? Не, ну, там просто. Я говорил, что физики не хватает. Они элементарные делали рывки. То есть, отдельно уже после тренировки? Они все сами с физухой. Ну, как на тренировке дашь полный объем. Там они брали тот же самый простой рывок. Без всяких потравки пробежаться в Марду. Милое дело. Потом взяли мячи, побили друг другу. Поворотом. Если на поле не пускали, ну, там, по идее, их пускали всегда. Там свои люди всегда. Поэтому во дворе бегали маленькие. Ну, везде они день и ночь. У них футбол был. Все футбол. Если я говорил, что иди там в школу, что-то где-то ответственный экзамен или какой-то ответственный урок. Нет. Мы идем на футбол. Это никуда не уйдет от нас. Учего футбол. Ну, фанатики. Чего хотели, того и добились. Молодцы. Мы в детстве тренера все время Виктора Борисовича называли. Мы не подходили к нему тренер там или Витя. Так никто не мог сказать. У нас был Виктор Борисович. Между собой там Борисович, Борисович болтали. А сейчас вот дети тренируются. У них, они, может, даже не знают, как их нему тренера зовут. Они подходят к нему тренер, тренер там. С этим надо смириться. Это просто такое время. Время меняется. Может быть, наше поколение по сравнению с теми, кто 20 лет до нас родился или вырос, тоже выглядело со стороны немножко по-другому. Так что все меняется в жизни. Какое раньше было в командах? Младший пришел, таскаешь мячи, надуваешь мячи, там собрал что-то, забрал, подобрал. Эти пока им не скажешь, они даже не знают, не понимают, что этим надо заниматься. Раньше ты мог прикрикнуть и уже где-то сразу заработал. А сейчас бесполезно. Хоть ты кричи, хоть ты ори, хоть ты, я не знаю, здесь пока им тысячу раз не скажешь. Просто у них забит мозг, наверное, чем-то другим, кроме футбола. Там у них свои разные интересы. Некоторые, может, вообще приходят на тренировку побалдеть для развлекухи. Как ты думаешь, ему сейчас проще или сложнее с новым поколением детей? Думаю, сложнее. А почему так думаешь? Я думаю, что все-таки уже дети другие. Дети другие, к ним подход другой нужен. Все-таки нас он жучил, как положено. Сейчас уже так нельзя. И не знаю, нельзя, правильное слово или нет, но так уже никто не делает. Сейчас, в принципе, такое своеобразное поколение. Ну, каждое поколение своеобразное. Какое оно сейчас, я не знаю, у меня детей нет, у меня есть племяшка. Блин, тяжело с ними. Они клевые, но такие. Они умные и уже со своими какими-то такими замашками, которые у каждого поколения не свои. Круглов Дима, Васильев Костя, Виталий Тереш тот же. Ну, довольно-таки на хорошем уровне играли. До сих пор играют ребята. Что вот... Почему так получилось? Это просто стечение обстоятельств? Или что-то в них было? Или вот, Виктор Борисович, вы вместе дали что-то ребятам? Ну, я не знаю, наверное, так все сложилось удачно. Бывает же такое в жизни. Ну, наверное, любых футболов, в первую очередь, у всех у них, у нас. Вот, то есть, первоочередно. Потом уже остальные вещи. В основном, я думаю, что трудолюбие и желание, и огромное желание. Потому что у Кости и у Димки так тоже в Ливаде не складывалось, что их там вот ждали. И здравствуйте, вот вам место в основном составе. Там они пробивались и своим трудом, и умом, и умением. И там было нелегко. И не то, что там все так гладко пошло, что ни царапины, ничего. Там ходили с опухшими голеностопами, и не такая большая зарплата, я так понимаю, сразу была. Что это надо было все своим трудом добиваться. И у них в основном трудолюбие. Это у любого футболиста везде. Если он захочет, он пробьется везде. Что Виктор Борисович дал, может быть, по жизни? Я думаю, что дал любовь футболу. Вот это вот фанатичное отношение к своему делу. И, наверное, в какой-то степени характер. Терья первый начинал. Да. Так, где эта линия была? 18-21. Да, 18-21. А мы учитываем прошлую игру или нет? Ну, это как бы... Я играл дома, ты на выезде. Понятно. Терья на выезде. Так, ну что? Игра номер два. Да. Шесть. Двенадцать. Да что ж за стабильность-то такая? 18. Я только тащу мячи. 24. Офигеть. Все шестерки. 66-го года рождения. Все шестерки. Может, мне не надо больше бить? Тут уже все ясно. Не, ну попробуй, ты девятки попробуй. Я выбрал шестерку. Так, ну я... Ты выбери девятку или восьмерку. Вообще в легкую. Давай, Ваня, мы верим в тебя. Я тоже все верю. 8. О! Пошла. 12. Ну, в темпе иду, в темпе. 17. Ай-яй-яй-яй, вот это был... Восемь. Да не, не. Девять. Восемь. В порядке. Если бы вы были на моем месте и делали спортивную передачу, о ком или о чем бы вы сделали? Да я занимаюсь детским футболом. Наверное, детские команды бы ходил, снимал, спрашивал, как развивается этот фундамент всего. То есть, это пирамида, которая не видна никому. Потому что команда мастеров, она видна, ее критикуют, ее хвалят, ее рекламируют. Там, определенные деньги есть. А здесь, конечно, детский футбол, где, в принципе, родители вкладывают в ребенка и финансы, и душу, и надо, чтобы все правильно было у него, и учеба. То, в принципе, я бы передачи делал больше про детей. Не забывай, футбол это тена памяти от тренера о наших тренировках. Это очень символично, знаете почему? Потому что мой первый номер был даже 14. Это никто не знает. Ну, вот, спасибо. Да. Не забывай, футбол делай хорошие передачи, мы будем всегда смотреть, будем стараться правильно тренироваться, правильно играть. Молодцы. Все? Спасибо, ребята. Можете поздравить. Спасибо. Крутяк, крутяк, эксклюзивная футболочка от всего легиона, от Виктора Борисовича. С 14 номером. 14 номер был первым моим номером. Мне когда-то дали футболку, очень интересную, красного цвета. И вот тоже 14. Вернулся туда, откуда ушел. Огромное спасибо вам за то, что выделили нам это время. Очень было интересно. Спасибо большое. Огромное спасибо тебе. Молодец, Вань. Я все сомневался, думаю, ё-моё, что говорить? Хвалить не умею. Анализ сделать толком не умею. Виктор Борисович очень скромный человек, я вас заверяю. Но было очень интересно. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Согласитесь, что Виктор Борисович очень классный человек. Я уверен, что воспитает еще очень много сильных футболистов. Самое главное, не забывайте, что без желания самого игрока ничего ни у кого не получится. Ну а вы подписывайтесь на наш канал и страничку в фейсбуке Бетсейв Прибалтика. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok